Здравствуйте, уважаемые зрители! Это программа новости «Главное». Я Олег Рудаков. Сегодня еще раз вспомним то, о чем говорили, писали, что обсуждали в регионе на минувшей неделе. А событий действительно хватало. Итак, сегодня в выпуске. Больше не в списках. Тургеневский дуб исключен из конкурса «Европейское дерево года-2022». Такое решение приняли организаторы. Запретов все меньше. В регионе продолжают снимать антиковидные ограничения. Что на очереди? Каждому по аккаунту губернатор и мэр стали пользователями мессенджера «Телеграм». Минуты прекрасного. В санатории Дубрава для беженцев из ДНР и ЛНР стилисты устроили праздник красоты. Совсем не радостная новость появилась на прошедшей неделе. Стало известно, что решением организаторов конкурса «Европейское дерево года-2022» наш участник, Тургеневский дуб, был снят с голосования. Сложившуюся ситуацию прокомментировал Андрей Клычков. Очевидно, в последний день голосования, когда наш Дуб входил в число лидеров конкурса, по итогам закрытого голосования произошли ненужные европейским организаторам результаты. А сейчас, видимо, российский символ культуры победить не должен. Напомним, постановлением Европейской комиссии даже после гибели Исполина было принято решение не отстранять от участия Тургеневский дуб. Тем временем первые лица Орловской области завели свои телеграм-каналы. Первым это сделал губернатор Андрей Клычков, его примеру последовал мэр Юрий Парахин. О причинах создания новых каналов в связи рассказал глава региона во время прямого эфира в соцсетях. Хочу обратить внимание на фоне всех событий и поступила еще информация, пока предположительно, о том, что ряд иностранных социальных сетей может перестать работать. Поэтому для того, чтобы не потерять наш с вами диалог и взаимодействие, мы продолжаем работу и ВКонтакте, и Одноклассниках. И я сегодня решил также в Телеграме открыть свою страничку, свой канал. В Орловской области снимают большинство ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19. Такие решения были приняты на заседании регионального оперштаба. Подробнее о снятии ограничений рассказал губернатор. Принято решение о снятии целого ряда ограничений и оставить по сути только два основных. Это масочный режим и обязательно дезинфекция как зданий, сооружений, помещений, общественного транспорта для того, чтобы не допустить распространения инфекции в замкнутых пространствах. Почта России временно прекращает прием отправлений в Украину. В компании сообщают, что это связано с остановкой Укрпочты, так как прямой почтовый обмен между странами закрыт. Уже приняты, но еще не отправленные посылки и письма будут возвращены. Также временно не принимаются денежные переводы в Украину. Если средства отправлены после 21 февраля, а получатель их не забрал, то их можно вернуть в отделениях Почты России. Почта России временно прекращает прием отправлений в Украину, так как прямой почтовый обмен между странами закрыт. Решения о возможности доставки уже принятых отправлений сейчас обсуждаются и будут приняты в ближайшее время. Отмечу, что на территории нашей страны отделения работают в штатном режиме. Однако, добавляют в компании, из-за того, что авиасообщение в ряде городов на юге России остановлено, перестраиваются маршруты доставки почты. Наш следующий сюжет из детского лагеря «Юбилейный». Там сейчас проживают более сотни беженцев из ЛНР и ДНР. Среди них и Ольга Бирюкова, мать пятерых детей. В каких сейчас условиях пребывает многодетная семья и через что пришлось им пройти на Украине, расскажет мой коллега Андрей Погосян. В коридорах детского лагеря «Юбилейный» сейчас непривычно громко. Хоть на дворе и февраль месяц, но стены лагеря буквально сотрясают голоса детей. 25 февраля сюда въехало 99 беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, большая часть из которых дети. Более 350 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли на поезде из Ростова в Орел. Все находятся в пунктах временного размещения. Сейчас развернуто 6 таких пунктов областного значения и 8 муниципального. В их числе и детский лагерь «Юбилейный». Сейчас там размещено 28 семей. 51 ребенок и более 40 женщин, оторванных от родного дома, уже привыкли к новой обстановке. Елена Кузина, методист детского лагеря, была в числе первых, кто их встречал. Настроение вечером у них было критическое. Критическое. Потому что, во-первых, люди устали. Устали ехать в поезде и чисто моральное состояние людей было тяжелое. Даже утром 26 числа, когда они приходили на завтрак, они еще были очень встревоженные. Но за эти три дня мы видим, что люди пошли на общение. Это одно. Взрослые к нам обращаются уже теперь не боясь по любому поводу. Детки освоились. С детьми работают уже третий день психологи. Ольга Бирюкова – мать пятерых детей. Буквально пару дней назад она работала кассиром в супермаркете, вела спокойную семейную жизнь, а уже сегодня с детьми на руках оторвана от родного края почти на 700 километров. Свой дом она покидает не в первый раз. В 2014 году вместе с детьми их отправили в Воронежскую область. Там прожила год и вернулась домой в Волчевск. Причины, по которым спустя 8 лет пришлось снова отрывать себя и детей от родного города, схожи. Однако сейчас, как говорит Ольга, ситуация намного хуже. Обстрелы. Обстрелов стало намного больше. Алчевск, мы в 14-м, те, кто остались, говорят, в принципе, было тихо в городе. Сейчас же находиться невозможно. Дети боятся, падают, все позакрывалось. Магазины, школы, садики, ничего не работает. Все как бы боятся. Брали только самое необходимое. На сборы не было времени. Помимо материального, у Ольги на Украине осталась мать, свекровь и муж. С последним связи нет. Его, как и остальных мужчин от 18 до 60 лет, призвали в армию. Очень страшно. На самом деле, это очень страшно. Оставлять все, оставлять близких, оставлять свой дом и ехать обратно, вот неизвестно куда, в пустоту. То есть мы не знали, куда мы попадем, как мы попадем, как мы доберемся вообще, и будет ли нам где ночевать, вот детям, нам. Страшно очень. Это просто... Словами это просто не расскажешь, эмоции эти. Большинство детей, по словам Ольги, воспринимают эту поездку как некое приключение, нежели крайнюю необходимость. Однако даже они и понимают, от чего им приходится бежать. Почему вам пришлось переехать, как ты думаешь? Потому что началась война. Школы перестали работать, потому и ехали. И школы нету, еще и там стреляли. Ну, потому что началась война. Думала, что вот так. Но, несмотря на неопределенную ситуацию на Украине, здесь, на Орловщине, комфорт и безопасность обеспечивается в полном объеме, говорит Ольга. Самое главное, детям здесь хорошо, и нам, как бы, мы знаем, что у нас есть хоть какая-то, но определенность уже. Нас очень замечательно встретили, прям, прям, прям в 14-м такого не было. Нас просто привезли, оставили, и все, здесь же нам и МЧС, и все, что-то, и волонтеры, как бы. И вот здесь очень замечательные люди нас хорошо встретили, расселили. Ну, спасибо, всем спасибо. Всего за несколько дней люди, которых до этого момента не знали друг друга, научились жить вместе под одной крышей, помогать и поддерживать тех, кто рядом с ними оказался в это нелегкое время. И каждый из них смотрит на будущее с надеждой. Андрей Погосян, Ирина Волкова, телеканал Первый областной. А в санатории Дубрава принимали гостей, которые способны поднять самооценку и настроение беженцев из ЛНР и ДНР буквально за несколько минут. Стилисты профкосмо решили в преддверии 8 марта подарить им преображение их внешности. Что из этого вышло, узнаете из материала Анастасии Гришиной. Несмотря на все то, что довелось пережить этим людям в их сердцах, весна, особенно в женских, особенно в преддверии 8 марта. Несколько лет они находились в состоянии трилоги, где уж там думать о красоте и эстетике. Однако сегодня все по-другому. Вообще никак не ожидала. Ну вот, может, если бы не 8 марта, может, я бы и так оставила это. Но, коль 8 марта, ну я ж женщина, как-никак. В гости к прибывшим из ДНР и ЛНР, что были размещены в санатории Дубрава, сегодня приехали вооруженные волонтеры. Вооруженные ножницами и фартуками. Волонтеры, которых здесь очень ждали. Которые способны легкой рукой преобразить и придать шарм внешности любой женщине. Радостно. Тем более 8 марта. Обычно как бы мы, женщины, к 8 марта готовимся. Не к 23 февраля, а к 8 марта. К Новому году, там, к праздникам. Ну, особенно 8 марта. Пару-тройку взмахов ножницами. И та Светлана Грекова, что сбежала от ужасов войны, остается в прошлом. Теперь она другая. Хотя, казалось бы, ничего глобального не произошло. Я прям посмотрела в зеркало. Сама себя не узнала. Я никогда такую стрижку не делала. Просто, вы знаете, это была фантазия мастера. Я ей предложила, говорю, давайте, ну так, обрежьте, чтобы лишь бы не торчало. Потому что придется шапку снимать, а стыдно на улицу выйти. Ну, это была фантазия мастера. Все понравилось? Очень понравилось. Я прям в восторге. Одна из добрых фей Марина Бугорская. В подобных акциях участие принимает не первый и, как выяснилось, не последний раз. Откликнулась на эту инициативу без раздумий. Когда узнала, что приедут беженцы, ну, как бы, изъявила желание, написала одному из организаторов о том, что если будет такая возможность, то я в первых рядах поеду, как бы, хоть какую-то поддержку помочь. Понятно, что это не материальная, не какая-то психологическая помощь, но для любой женщины важно выглядеть всегда красиво и чувствовать, что, ну, она привлекательна. Десятки беженцев сегодня ощутили на себе реалии спокойной жизни. Той, к которой они привыкли до начала всех ужасов в стране. Анастасия Гришина, Максим Алымов, телеканал Первый областной. В Орловской области появится еще одна библиотека, оснащенная по модельному стандарту. В ее модернизацию, дизайн, оборудование и книги будет вложено более 5 миллионов рублей. Обновленная по программе нацпроекта детская библиотека имени Крылова откроет свои двери для читателей осенью. Наталья Пехтерева в грядущих изменениях. Библиотека имени Крылова готовится к большой перемене. В этом году она станет модельной. Работы начнутся весной и завершатся осенью. После ремонта обновления и оснащения детская библиотека превратится в территорию для развития образования, общения и отдыха. Поменяется интерьер и формат работы с читателями. Ну вот сразу, когда читатель попадает в библиотеку, он оказывается на абонементе. Здесь будет установлена, здесь будет организована зона самообслуживания. Установлена станция книгоздачи и литературы, где читатель сам может сдать и на себя оформить выбранные книги. Ну и выбрать литературу по душе. Здесь же будет установлен информационный киоск, где можно будет получить информацию о библиотеке, об ее электронных ресурсах, о фонде. Пространство библиотеки разделят на несколько зон. В этой зоне здесь будет у нас арт-сфера, которая легко будет трансформироваться в кают-компанию. Ну, арт-сфера, как вы понимаете из названия, да, здесь будут проходить творческие различные лаборатории, мастерские. А кают-компания – это уже зона каворкинга, общения какого-то с писателями. Вот здесь, на этой антресоле, так сказать, будет особая зона, это будет территория, писателями которой выносит наша библиотека. Называться будет это место Крыловт, то есть такой крыловский чердачок. И здесь будет собрана литература и другая информация о жизни и о творчестве Крылова. Его книги здесь можно будет спокойно посидеть. Для самых маленьких посетителей оборудуют игровое пространство – играриум. Новая мебель, так сказать, ее преобразит. И оборудование детское. Мультимедийный стол, такой, из познавательного оборудования. Затем интерактивный глобус, 3D-ручки для творческих занятий. Мы надеемся, что ребятам это понравится нашим читателям. Книжный фонд пополнится новой литературой. Более 250 тысяч рублей будет направлено на пополнение книжного фонда, на приобретение новой литературы. Сейчас в библиотеке около 7 тысяч читателей. После модернизации число посетителей увеличится, уверена, здесь. Я люблю фэнтези. Мне эту библиотеку очень часто советовали. И я ее решила посетить, посмотреть, что здесь есть. Это модно, удобно. И когда держишь живую книгу в руках, совершенно другие ощущения. 25-й квартал. Так называется обновленная библиотека на Рощинской. Она стала модельной в прошлом году. Площадь ее более 100 квадратных метров. А вот здесь у нас находится молодежный проспект. Это уголок для литературного кафе. Литературный кафе – это не новинка нашей библиотеки. Оно работало еще задолго до преобразования нашей библиотеки. Мы решили сохранить эту добрую традицию. Пойдемте дальше. А вот наш знаменитый подиум. Очень любят молодежь, которая приходит к нам на мероприятия. Очень любят здесь посидеть. Посетители приходят с книгой, просто отдохнуть с планшетами. А сейчас самое любимое мое помещение, самая любимая моя зона, в которой находится арт-мастерская «Айда Я». Здесь вы можете увидеть книги, как сделать ту или иную поделку. И, собственно, сами поделки наших посетителей. Благодаря нацпроекту пополнился книжный фонд. Поступило более двух тысяч экземпляров. Появилось новое оборудование. Это очки виртуальной реальности. Пользуются большой популярностью. Приходится вести запись детей, чтобы они побывали в виртуальной реальности. Это действительно сумасшедшая просто вещь. В минувшем году стала модельной одна из старейших библиотек Мценского района. Тельчинская – это еще один результат работы федерального проекта «Культурная среда». Национального проекта в нашем регионе. Наталья Пехтерева, Алексей Нескин, телеканал Первый областный. С этого года 35 мер соцподдержки населения перешли из органов соцзащиты к пенсионному фонду. В Орловской области получателями таких мер числятся более 120 тысяч человек. Изменения коснутся выплат на детей, семьям погибших, военнослужащих и силовиков, пострадавшим от радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС и некоторым другим категории. Для того, чтобы переоформить выплаты и продолжать их получать, никуда обращаться не нужно. Вот этот переход для граждан оказался безболезненный. То есть сведения, информация о реквизитах, заявления, персональные данные получателей были переданы органами соцзащиты в пенсионный фонд. Никаких заявлений дополнительно не нужно было подавать гражданам. Условия назначения мер не меняются. И для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в пенсионный фонд их получение будет постепенно упрощаться. Данный переход был осуществлен в связи с реализацией программы социальное казначейство, которое было поручено президентом Российской Федерации в обращении к Федеральному Собранию с той целью, чтобы максимально выплату сделать удобной в режиме одного окна. То есть постепенно к 2025 году большинство выплат социальных перейдет для организации Пенсионного фонда Российской Федерации. Соответственно, будет организовано в одном месте и будет много новых сервисов, которые позволят гражданам заранее узнавать о датах выплат, подавать заявления бесконтактно. То есть много различных новых введений, которые позволят эти выплаты сделать более быстрыми, более удобными и без лишнего сбора документов. Сроки оформления большинства таковых обращений сократятся в два раза. Рассмотрение заявления займет от пяти до десяти дней. Столько же времени уйдет и на перечисление средств. Близ деревни Тайной Орловского района построят новый мост. Сооружение соединит два берега Оки. Ориентировочная стоимость почти 340 миллионов рублей. Наталья Пехтерева отправилась на объект и узнала все подробности. Переправа в районе деревни Тайной Неплодского поселения Орловского района затапливается ежегодно. Каждую весну это сооружение, которое держится на трубах, становится непроезжим для автомобилей. Но опасно здесь в любое время года. Сейчас проезд запрещен. Пешеходам во время половодия сюда нельзя. В период весеннего паводка Сотни жителей отрезаны от другого берега. Мост соединяют деревни Тайное и Касьяновка. Сидим дома, ждем, когда кто-то какой-то продукт привезет. У нас автобус написано Тайное, микрорайон, но автобус в настоящее время доходит у нас только до Касьяновки. Ну, чуть подняться, тут у нас площадочка небольшая, автобус приходит здесь. И все остальные люди пешком, с этими сумками, с авоськами идут в разные стороны, проходя через этот мост. Раньше автобус доходил до магазина. В настоящее время в том, что там стоит знак, проезд запрещен и проезд запрещен. Но люди ходят, потому что надо и в магазин, и детям, и в поликлинику, и кругом нужно. Как альтернатива путь в обход. Но это гораздо дальше. Новый мост построят. Это обещание жители слышали много лет. Многие работают на той стороне, на заводе. Многие школы и детские сады там. Поэтому им этот мост очень нужен. Иначе объезд у нас 15 километров. Строительство нового моста запланировано. Проектно-сметная документация разработана. Длина сооружения будет более 141 метра, а ширина превысит 11 метров. Ориентировочная стоимость объекта на сегодня 340 миллионов рублей. Данный проект мы реализовываем совместно с правительством Орловской области. Лично губернатор Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова этот вопрос находится на контроле. В настоящий момент обратились в федеральный центр для реализации данного проекта. А пока новый мост только в планах, власти решают вопрос транспортного обслуживания жителей во время предстоящего полободья. Есть обращение от жителей к депутатскому корпусу, в том числе и в администрацию округа, с просьбой организовать транспортное сообщение. Так как это полномочия является департамент транспорта, мы обратились в соответствующий департамент с просьбой организовать маршрут с заездом в деревню Тайную. Наталья Пехтерева, Алексей Нескин, телеканал Первый областный. На Кривцовском мемориале, что под Болховом, в очередной раз прошла лыжная гонка, которую из года в год устраивают там поисковики. Гонка эта в памяти об инструкторе-лыжнике, участнике перехода Кузбасс-Донбасс, а еще и разведчике Федоре Давыдове. Он выдающийся спортсмен 30-х годов. Именем Давыдова названы даже два горных перевала. А погиб он в числе многих и многих зимой 42-го года на Кривцовских высотах. Сергей Быковский расскажет о том, кто и как вспоминал Давыдова и подвиг павших. Телевидение еще было квадратным, когда главные новости рассказали о первой лыжной гонке памяти Федора Давыдова. В смысле, тогда еще была квадратная картинка, которую показывали телевизоры. С тех пор изменились и телеприемники, и формат сигнала. Но неизменными остались правила гонки. Все так же маршрут для нее, длиной 8 километров, проложен по местам боев. Все так же несут на себе спортсмены не индивидуальные номера участников, а номера лыжных батальонов, погибших здесь зимой в начале 42-го года. И все так же Первый областной канал рассказывает об этой гонке. Так, внося вклад в поминовение и почитание бойцов лыж-батов. Да, гонка в их честь, и в честь вообще всех павших здесь красноармейцев. И только во вторую голову это спортивное мероприятие. Потери, которые здесь мы можем по архивам посчитать, составляют порядка 35 тысяч в окрестностях этих высот. 35 тысяч жизней. Молодых парней, которые сражались и погибали за нашу с вами свободу. Гонку провели уже в шестой раз. Из учебных заведений, коллективов и организаций прибыли команды числом 10, по 5 человек в каждой. Три парня, две девушки. Количество было обусловлено разведгруппой Федора Васильевича Давыдова, то есть 5 человек. Проводится гонка поисковиками из Объединения Костер при участии благотворительных фондов Победа и Новотранс 5П, а еще при участии поисковиков из клуба Дороги Войны, сотрудников Управления службы судебных приставов и бойцов Федерации армейского рукопашного боя. Среди организаторов и внук того, в чью честь названа гонка. Федор Давыдов, которому посвящены лыжные соревнования, это горноспасатель, стахановец, лыжник-инструктор, разведчик, легендарный человек, совершивший два крупнейших перехода Магадан-Хабаровск длиной более 4 тысяч километров и Кузбасс-Донбасс около 4,5 тысяч километров, погиб в разведке рядом с нынешним Кривцовским мемориалом. Сегодня ровно 80 лет, как свой последний бой, ушел Федор Васильевич Давыдов, мой дед. И как странно иногда история поворачивается. И сегодня мы знаем о том, что происходит на братской Донецкой земле. Там снова бьются с фашистами, которые махровым цветом расцвели эти нацбатальоны фашистские на украинской земле. И я считаю, что наше соревнование является ярким примером поддержки нашим ребятам, которые сейчас, я еще раз говорю, сражаются с фашистами. И несмотря на то, что первые места здесь распределили, как и положено, настоящих победителей, никто не искал. Известно, ведь лежат они под вечным огнем, а кто-то не найденные по сию пору где-то под этими же полями. Сергей Быковский, Максим Алымов, телеканал Первый областной. Прежде чем закончить программу, хочу поздравить наших необыкновенных, любимых и дорогих женщин с наступающим праздником. Пусть в этот день все цветы будут брошены к вашим ногам, все улыбки будут подарены вам, все теплые и нежные слова будут сказаны вам. Вы лучшие, что есть в нашей жизни. Спасибо вам за все. С праздником, с 8 марта. Да, вы смотрели программу «Новости главное». В студии был Олег Рудаков. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»